Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Частное честное мнение» в студии Светланы Ладина. Как видите, в эфире я сегодня работаю одна, но вот программа наша будет поделена на две части. Вторая часть будет марафонской. Подведем промежуточные итоги, обсудим некоторые вопросы. А первая – о наболевшем. К ней без лишних слов и переходим. Есть люди, которыми искренне восхищаешься. Иногда говоришь об этом вслух, иногда просто хранишь в сердце, и я выскажусь. Для меня такими людьми стали уже давно Ольга Николаевна Куликовская-Романова и значительно позже Наталья Владимировна Поклонская. Разница в возрасте у них больше, чем полвека. А духовные устои одни, и вера одна. Две удивительные женщины, в которых красота внутренняя и красота внешняя гармонично сочетаются, умные, отважные, встали на защиту чести и достоинства царственных страстотерпцев, дорогих и моему сердцу. Ольга Николаевна, впрочем, делала это и раньше, несколько десятков лет, но просветительской деятельностью, сбором и публикацией подлинных исторических свидетельств, гуманитарными проектами, буквально спасавшими жизни в лихие 90-е, написанием книг. Выйдя замуж за родного племянника государя Николая II, сына великой княгини Ольги Александровны Тихона Николаевича Куликовского-Романова, Ольга Николаевна посвятила себя увековеченню памяти царской семьи, памяти, очищенной от клеветнических измышлений. Продолжением клеветы столетней давности и такой же продолжительности стал художественный фильм «Матильда», выход которого на экраны России нам обещают в ближайшее время. И вот на данной стадии длительной борьбы с кинематографическим очернением святых царственных супругов вот посмотрите, это выдержка с портала «Царская семья.РФ». «Дорогая моя, ничего нет интересного, о чем бы стоило писать», пишет государь. «Я повторю тебе только старую песенку, которую ты знаешь уже 32 года, что я тебя люблю, предан и верен тебе до конца». Так вот, не видя возможности иначе предотвратить очернение памяти этих святых людей, не видя должного отклика от органов власти, правопорядка и юстиции, Ольга Николаевна и Наталья Владимировна, чтобы быть услышанными и донести до широкой общественности правду, помимо юридических шагов, записывают видеообращение. Вот такая вынужденная мера. Первому лицу российского государства, да и всем нам, гражданам России, адресованы слова Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, которые мы услышим в некотором сокращении. Уважаемый Владимир Владимирович, вынуждена обратиться к вам, поскольку мой вопрос намного шире, чем просто защита чести и достоинства моего покойного супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова. В годовщину столетия с зверской расправой над святым царственными стратерцами императором Николаем II и его святой семьи, по моему глубокому убеждению, была снята гнусная и безнравственная кинокартина «Матильда», которая умышленно наслаивает свою провокационную суть на неразрешенную и наполненную глубоким духовным и историческим смыслом ситуацию с так называемыми «Екатеринбургскими останками», которую упорно стараются не замечать официальная комиссия и официальные лица. Сегодняшняя ситуация, которая сложилась в связи с показом кинофильма «Матильда», режиссера Алексея Учителя, является очередным новым испытанием на прочность для нашей России, попыткой явно антироссийских сил раскачать страну через ее духовную основу, которая всегда была цементирующим фундаментом. Я являюсь вдовой Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника покойного императора Николая II и ближайшей ныне живущей родственницей как самого императора Николая Александровича, так и его семьи. Я, как никто иной, глубоко и с болью воспринимаю любые порочащие их действия, которые в данном случае затрагивают не только мою честь и достоинство, а всей святой царской семьи, честь всей России. Министерством культуры Российской Федерации выдано прокатное удостоверение от 10 августа 2017 года, которое дает ООО ТПО «РОК» право на показ фильма с названием «Матильда». Первый ее открытый показ уже состоялся 11 сентября 2017 года в Владивостоке. Указанную кинокартину нельзя допускать и в широкий прокат ни в России, ни за границей, так как в год столетия цинично и жестокого убийства царской семьи она является углублением и надругательством над памятью, жертвенным подвигом за свою Родину и ее народ. Прославленных Русской Православной Церковью Святых Царственных Старостерпцев, попыткой надругаться над историей России, ее глубокой духовностью, православной верой, идеалами семьи, верности, выражением которых были святые император Николай II и императрица Александра Федоровна. Очевидной является и направленность фильма «Матильда», которая реализована посредством помещения святых образов моих родственников в ситуации, смешанную с религией, высокоценную, сакральную, с вульгарно-аморальным. Кроме того, его провокационный сюжет не соответствует действительности, так как факты, события, приведенные в фильме, не имеют места в реальности. Мне, как супруге Тихона Николаевича Куликовского-Романова, в том числе и из рассказов супруга, доподлинно известно, что никакой любовной связи между наследником, впоследствии императором и балериной Матильды не было. Это подтверждается многими историческими документами и материалами, выводами историков. К сожалению, мои попытки защитить честь моей семьи, покойного супруга и царственных страсотерпцев, за которыми стоит вся великая Россия, пока не увенчались успехом. И Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге по надуманным основаниям возвращен мой иск о защите чести и достоинства. Но время не терпит. Дата выхода в широкий прокат кинокартины приближается. Судебная правоохранительная система, а также Министерство культуры Российской Федерации предпочитают не видеть очевидных фактов и отмалчиваются, предпринимая лишь запоздалые действия по фактам противоправных появлений отдельных лиц, не замечая при этом явной причины творящегося зла. Не вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина. Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать он и есть постыдное малодушие. Сегодня мы не должны проявлять малодушие и промолчать, как промолчали в 1917 году и дали уничтожить православных предков моего супруга, а вместе с ними всю Россию. Не должны дать представить нас диким и безнравственными, не помнящими, жертвенный подвиг нашего святого государя Николая II. С уважением и надеждой быть услышанной. Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Что можно к этому добавить? Наверное, только следующую информацию. 91 год Ольги Николаевне Куликовской-Романовой. С начала 90-х годов действует возглавляемый ею фонд имени Великой Княгини Ольги Александровны. Это ее свекровь. Фонд, который помогал и помогает России и медицинскими аппаратами, и препаратами. Это в эпоху перестройки, когда было нечем лечиться. И продуктами помогали в ту же пору. Потом, когда стало сытнее, когда и медицина встала на ноги после перестроечной разрухи и после шока оправилась, тогда Ольга Николаевна привезла в Россию коллекцию картин своей свекрови, тогда привезла свои книги, тогда стала осуществлять духовно-культурно-историко-просветительские проекты. И уже более 8 лет Ольга Николаевна Куликовская-Романова живет в России. В заключении этой темы хочу попросить ваших молитв за двух отважных красавиц. Рабу Божию Ольгу и рабу Божию Наталью. Ну а теперь обещанная марафонская часть нашей программы «Недолгое». И начну ее со старой детской загадки. Помните, как мы спрашивали с плохо скрытым ехидством? Что будет, если 3 до 3 до 3 до 3? И, услышав в ответ 12, радостно сообщали, а вот и нет, 3 до 3 до 3 до 3 будет дырка. Смешно, наивно, но вы знаете, это как нельзя лучше описывает причины финансовых сложностей нашего с вами телеканала. Потому что именно в 3 миллионах рублей каждый месяц выражается дефицит бюджета, который накапливается, вот это самое 3 до 3 до 3 до 3, и складывается в огромные прорехи, дыры, пробоины в борту корабля по имени «Союз». К началу октября неоплаченные спутниковые вещания. Необходимость завершить уже, наконец-то, переход в формат 16 на 9. Мы планируем, если даст Бог, сделать это в январе 2018 года. И текущие нужды, в числе которых, между прочим, порядка 1,5 миллиона рублей налогов ежемесячно, так вот все это составило в общей сложности 50 миллионов рублей. За 22 дня марафона на покров мы с вами, милостью Божией и общими усилиями, собрали 28 миллионов 95 тысяч рублей. Низкий поклон всем причастным. Пусть Господь внесет ваши лепты на счета жизни вечной. Не хватает нам еще 21 миллион 905 тысяч. Так что марафон продолжается. В эфире мои коллеги чаще всего рассказывают о способах перечисления средств, так или иначе связанных с техникой, терминалов в торговых центрах и магазинах, пожертвования через СМС, посредством системы Сбербанк Онлайн, через банковские терминалы, электронные деньги, робокассу. Но если таких возможностей у людей нет, вы знаете, они все равно находят выход из положения. Наши верные союзники. Например, на прошлой неделе нашему секретарю звонила зрительница, которая сказала, что у себя в приходе за первую неделю марафона она собрала 2000 рублей для Союза, за вторую – 6. То есть нагрузку по сбору средств наша дорогая союзница взяла на себя. А перевести эти деньги телеканалу попросила надежного человека, который в технических способах перечисления средств на Союз смог разобраться. А вот еще один вариант – почтовый перевод. Старый добрый советский вариант. Им регулярно пользуется наша верная и давняя тоже союзница из Молдовы – Валентина Болотникова. Сердечное вам спасибо, если сейчас смотрите. Вот почтовая квитанция. Деньги пойдем получать завтра. И напоследок письмо от Дмитрия из Одессы. Сейчас, простите, минуточку, а вот оно. Добрый день! Смотрим ваш канал с удовольствием. Живем на Украине. В бегущей строке «Увидели призыв о помощи телеканалу» зашел на сайт tvdfizsoyuz.ru А там написано, что для жителей Украины оказание помощи переводами невозможно. Это не так. Я решила попробовать через обычный Privat24, PrivatBank. И все получилось. Измените запись на вашей официальной странице. О невозможности оказания вашему каналу финансовой помощи с Украины. Поскольку очень много людей, живущих тут, хотели бы помочь. Большими буквами с восклицательными знаками. Это возможно. С уважением, Дмитрий Одесса. Дмитрий, примите нашу искреннюю благодарность. Дорогие наши союзники, Покровский марафон продолжается на телеканале «Союз». И в жизни тех наших зрителей, кто понял и принял народную, совершенно неправильную, с телевизионной экономической точки зрения, но работающую уже более 12 лет, систему финансирования Первого православного телеканала. Финансирование только теми людьми, кто чувствует свою ответственность за жизнь и развитие в телеэфире церковной площадки, несущие весть о Христе и его церкви жителям 82 стран. Мы уверены, что только непреодолимые жизненные обстоятельства не позволяют каждому из вас деятельно помогать Первому православному телеканалу. А в тех случаях, когда обстоятельства эти преодолимы, мы опять-таки уверены, вы находите способы регулярно или разово поддерживать родной союз. Всем вам наша искренняя благодарность и небольшой видеоподарок для хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»